Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Большая просьба ко всем. Сообщите всем духовным людям и сами в том прибудьте, чтобы усердно молились не день, а постоянно о Максиме, прокуроре, который дает указы против нашего достояния, строения лагеря Стана Музея, чтобы Господь Бог утишил его гнев и обратил на путь служения Христу Спасителю и неожиданному. Иисусе Христе, Судей бы дал Бог добрых. И я на этого полковника подал в суд за неправду его. Исход 7.1. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я поверю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сына в Израилях из земли твоей. Но я ожесточу сердце фараону и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Сердце фараону ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Как и говорил Господь. Наталья Усатая. Помоги Господу Игнатию Тихоновичу и пошли ему духа утешителя в помощь. Вера Метрохина. Мир всем. Если мы всегда будем с Господом, то и мы будем иметь силу и мощь свидетельствовать о Нем, и мы будем иметь мужество, твердость и крепость, исповедовать Его, исповедовать не только языком, но и самою жизнью своей, преподобный Никон. Римлянам 11, 25, 26, Матфея 12, 1, 8. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Итак, чтобы избавиться от греха осуждения, надо возыметь милостивое сердце. Милостивое сердце не только не осудит кажущегося нарушения закона, но и очевидного для всех. Вместо суда оно воспримет сожаление и скорее будет готово плакать, чем укорять. Действительное грех осуждения, плод немилостивого сердца, злорадного, находящего усложнение в унижении ближнего, в очернении его имени, в попрании его чести. Дело это дело человекоубийственное и творится по духу того, кто есть человекоубийца искренне. Там бывает многое клеветничество, которое из того же источника, ибо дьявол потому и дьявол, что клевещет и всюду распространяет клеветливость. «Поспеши возбудить в себе жалость всякий раз, как придет злой позыв к осуждению. С жалостливым же сердцем обратись потом с молитвой к Господу, чтобы Он всех нас помиловал, не только того, кого хотелось осудить, но и нас, и, может быть, больше нас, чем того, и замрет злой позыв». Вот здесь речь идет о таком бытовом уровне. Но когда Павла арестовали, он говорит, требуя суда Кесарева, требуя, потому что я не виновен, у меня служит. Это же дело Иосифа, напомни о царе, о что я сижу здесь, фараону, расскажи. Я невинно там пребываю. А то некоторые понимают так, а вот вы обращаетесь в суд, вот это законная власть, мы должны обращаться. Беззакония много. Если бы я не обращался в суд, не судился, 11 лет шел в суд, я бы не выиграл процесс, негде было жить, а так два дома выиграл. Да и отношение какое? Он спрашивает, а какое? Да такое, которого никто не может сказать. Ну, просто не может. Вообразите, ну, кто я? Ну, воинское звание у меня, ну, смешное, сержант, хотя был на должности старшины. Да никакого. И однажды сидят четыре генерала. Я случайно это узнал, когда Господь так сделал. Тогда еще не было такой большой охраны. Я в краевой суд приходил в Барнауле. Сидят четыре генерала. Какой-то у них там день рождения, кажется, справляли они. А какие генералы? Ну, разные генералы. Генерал-лейтенант, буду называть фамилии, вот, прокурор края, судья, генерал-майор, главный судья Алтайского края, генерал-лейтенант юстиции, вот, мэр города. Это, повторяю, не просто мэр, а в десятку лучших мэров ходил. Я могу все фамилии, все назвать, да и так понятно, речь вот о Барнауле. Я только зашел, а они, ох, садитесь. А у них за столом все, культурненько, в здание, где я раньше был крайком партии, теперь там суд краевой. А мы только что о вас говорили. Я говорю, а что вы говорили? Ну, что более счастливого человека никто из нас не знает. Четыре генерала добились такой должности, но счастье такого, которого я не имею, не имея такого генеральского звания, они это понимают. Почему? Очень просто. Вы делаете то, что нравится, что приносит вам удовольствие, вы счастливы всегда. Вот сколько мы вас знаем, вы всегда счастливы. А я еще, пачка вот лежит, сколько дел уголовных, убийства, и мне это уже все надоело. Я их знать не знаю, по бумажке решай, да и знать мне их неохота. А с вами у нас приятная встреча. И вот, понятно. И вдруг в интернете я встречаюсь, шолоховец Стручков, Александр там. И вот, говорит, я встречал недавно человека, счастливее, которого вообще, думаю, нету в интернете. И опять же меня называют. Ну, это свои критерии. Ну, в общем, тоже так же. Вот. Не мое это мнение, говорит. Пусть хвалит тебя чужой язык. И хвалить-то не за что. А вот именно они осознают. То есть осознают, они на подсознании даже понимают, что у них нет того, что есть у меня. Вот так. И вот об этом пишет человек. Видишь, вот впереди я только что-то просчитал, что молились. И все, вчера день был такой, я сделал сожень, вымерял долго все, сбил. Ну, такой машешь, как буквой А. И меришь по два метра, по два метра. Пошел, лагерь замерил там. Трудно очень. Навозная куча, лезьте на нее надо все это. И две русские печи у меня, они сделаны, вмонтированы в навоз. Навозная куча. Ну, там фермы были. Фермы там были десятки лет. Там столько навоза. И бульдозер, мы его скатили в одно место. И хотя мне дали три гектара в 90-м году управление села Корщина, директор, председатель сельсовета, главный агроном, главный бухгалтер. Все подписались, депутат. Я знаю, что из них минимум из пятерых, трое живые сейчас. А вам дали только на 10 лет. Ну, так дали в 90-м году. А в 92-м деревне уже основание, вышел указ или там постановление краевой администрации. Это пришло, это сюда зашло, земли потеряевки теперь. Прямо так сказано. Но дело в том, что я не взял нисколько. Земли-то дали хоть и бросовые, но для огорода. А я этого не взял. Я давал огромные ямы там были, что-то там здание какое-то было, видимо. И стали мы туда ведрами, лопатами носить. И все, готовя себе площадку. Она проваливается. Потом мы еще досыпали. И вот вчера я пошел и заметил. И примерно, примерно так, потому что там нельзя пройти все это, крапива и строение-то они не в ряд стоят. Вот, подсчитать. Примерно. А огорожено 16 соток. Из них 9, если так взять, с подходом строения. Какие строения? Ну, кельи называются. По 8 человек 7. 7 келей. Вот. 7 и 8, 56. Или 8, даже кажется, келей. Это тогда 8, 8, 64. Ну, в общем, так. 8 келей. В которых дети отдыхали, спали. И как-то и кодали мне в 90-м году. Я сразу же начал там строить. Ну, я. То есть люди. Которые там были, взрослые, помогали. Покупали шифер, лес. Кому оно мешает? Вот вопрос. Деревья насадили. Деревья огромные выросли. Как оазис. Там нет деревьев. Вообще нет. А лагерь, он окружен буквально деревьями. Вот теперь указание смести безумие. Везде, куда ни пойди, в лесу везде хлам, хлам, свалки, свалки. И вот вместо этого оазиса теперь будет там свалка. Пришлют по указанию прокурора Мамонтовского. Звать его Максим, к чему я призываю, чтобы о нем молились. Ну, это все уже выставленный материал. Что это даст? Это безумие полное. Ну, куда они повезут? Ну, там, ну, с землей смешают все кучей. Шифер поломают. И куча будет. Это столетие будет. Безумие показывать здесь. А так люди приезжают. Сколько лет тут проводили. Это для них родина. Тут крещаемые сюда приезжали. Ну, не выскажешь даже. Ожидали вы такое? Да нет, конечно. При коммунистах не было. Нападали они за воспитание там. Ну, не так. Не соответствие с санитарным нормам. То не из того дерева разделочная доска. То где-то эмаль отбита у крышки. Ну, тоже дурь. Дурь абсолютно. Но это уничтожить. Побуждает тому председатель сельсовета. Удивительное дело. Я вчера подумал, суд-то если будет. Я председатель сельсовета Токорченского-то. Как раз попрошу быть свидетелем. А дай то, чтобы она побыла здесь. Звать ее Людмилу Алексеевну. Помолиться о ней. Чтобы Господь укрепил ее. Она говорит, ни под каким видом я не пойду на это. Чтобы там разрушать. И прочее. С чего ради-то? Девять соток. Ну, порезавте девять соток на навозной куче. И такой шум. Я всех поднимаю на молитву. Сам молюсь и других прошу. Кто меня просил, я всегда молился. Прошу ответ дать. Достучимся до Господа Бога. И Бог устроит и уменьшит сердце этого Максима полковника. Прокурора Манновского района. Вот фамилия его Королев. Да благословит его Господь. И вразумит, и наставит, и сохранит. Потому что страшно впасть в руки Бога живого. Если он будет лезть. Не может. Я спрашивал юриста. А может он так подговорить кого-то ночью? И будет. Да нет, говорю. Нет. Он должен указ создать там. Чтобы это принято было. И суд там, и решение. Ну, а я уже все жду. Любую акцию. Вот вчера мы пошли. Я взял ребятишек. Ну, пока все. Сохранность. Благодарение Богу. По сегодняшний день. Молитву удерживает Господь. Господь. Я узнал, от кого заказ. Заказ идет очень-очень высоко. Даже не скажешь высоко. Я из Англии. Но не конкретно по этому делу. Против меня. Радиостанция Свобода. Это, говорит, тот, кому заказали. Черников Александр Тихонович. Но, говорит, я такие статьи писал о лагере. Справедливые, хорошие. А тут, говорит, ничего не могу написать. Да ты и не пиши. У меня встретился он около вокзала. Вот. Виталий Калиников. Осипова бочка меда и ложка смертоносного дегтя. Неужели бульдозером снесут лагерь? Про Осипова, видишь, как Наталья Усатая. Молюсь за всех, а Господь знает, как будет. Сатане он очень мешает лагерь, что такие силы подключили. Все на уничтожение. Ничего государству не надо. Виталий Калиников. Режиму нужны 15 миллионов манкуртов, обслуживающих дыру в земле. Не более, что дыру ватт, имеют в виду или добычу нефти и прочего. Золотой миллиард, как они говорят. Игнатий Лапкин для них как заноза. Наталья Усатова. Соглашусь, и меня, когда спрашивают мусульмане и православные, почему одеваясь, как подобает христианке, тут есть шанс побеседовать. Вчера беседовал с парнем, евреем. Он называет себя христианином. Считает Библию, бритый. Ну, я ему по полной программе. В конце он начал, почему мы поклоняемся иконам. Хотел он написать ему из материала в Игнатий Тихон еще по полной программе. Но сейчас не в сети, он на работе, наверное. Но в конце он назвал нас православных еретиками, идолопоклонниками и так далее. Елена Фауэр. Самое главное, женам бритых мужчин нравится бритье их. Наталья Усатова. Я тут Эфиопов с бородой еще и не видел вообще. Слава Христу за труды Игнатия Тихоныча, готовые с выдержками Писания, которые можно копировать и при благовестии в интернете с людьми и из других стран отсылать. Но я выставил сегодня обордобритие из книги моей «К истинному православию». Елена Фауэр. И вокруг себя не забывать благовествовать. А до Эфиопов нам чего? Пусть без бороды ходят. Хорошо как. У кого есть борода, тот пусть и обречает других. Так как без бороды будет обречать с бородой? Наталья. И они сейчас приходят в наши храмы, много не знают, но любят слушать, побеседовать. Им тоже надо истину Библии рассказать. Православные не очень слушают, а Эфиопы слушают. Правда, говорят, о ней настолько смешно. Хорошо, что немецкий знает и английский. Это облегчает беседу. Евгений Тарапко говорит. Посмотрите, какая борода у Исаака сильна. Уже не говорю о наследии, которые нам оставил бы, с такой бородой ходили. Просто интересно. Многие, смотря на мою бороду, она у меня очень густая, у людей борода вызывает чувство неудобства. Евгений. Мне задают вопрос, а как ты с ней ешь? Еда на бороду падать будет? Христос не знал, это сотворил человек. Апостолы, как? Вот, понимаешь, это какие-то, считаешь, малохольные. А тебе с бородой не жарко при жарком продолжительном израильском климате? Вот апостолы не знали это. Ну, то есть, все такое, вот лопочут, как ребятишки маленькие. А жена твоя не жалуется на бороду, тебе ее даже не поцеловать. Вот не целовать надо ей. Как мне, а жена тебя как допускает? Ну, все это блудодейная ересь, оно с блудом связано. Среди православных мирян с бородами практически никто не ходит. Священники женаты, они способны ходить с нетронутой бородой, многие ее остригают. Это по моим наблюдениям. Я себя всячески побуждаю ходить с нетронутой бородой. И даже усы мне нравятся, когда длинные, свисают ниже верхней губы. Вот никогда такого рассуждения даже не слышал. А вот тут, видишь, как губа все вымерела. Остришенные усы теряют всякий вид. Отец Геннадий Фа с духовнощадой Игнатия Тихоновича ходят с большой и нетронутой бородой и женатой. Он же как-то уживается со своей женой при наличии большой бороды. Виталий Калиников. У жены его, видимо, страх Божий есть, хоть труху. В основном бабы зноют, когда правильно Елена написала, а мужчинки-то идут на поводу, и был додей на ересь действий. Юлия Савотина. Мир всем. Евгений в Кемерово врач есть. У него такая же борода, как у вас. Я даже удивилась, что он даже чем-то похож на вас. У Виталия, как всегда, никакого уважения к женщинам нет. Виталий Калиников. К женщинам есть, к бабам отсутствует. За что их уважать-то? За то, что рот не закрывается. Юлия Савотина. Это в старые времена жены были покорны и не перечили своим мужьям, потому что не работали. Виталий, легко говорится с тем, кто знает Писание. Кто верит божественным, страшным словам, не просто считает, но верит, грядут наказания. Здесь сердцем поверить, не просто свой ум голова. Уж если ты замуж сама добровольно решилась, язык прикуси, превратись и с охотой в камень. Была бы, была ты и бочкам затычку повсюду, и шила, хотя бы твой муж был неправ по жестокости Каин. Твои обращения от саможаления, от ревности дикой и злобы бесовской. В печь яростной ссоры охапками мечешь поленья, и к матери тут же бежишь за отравленной соской. Это тут у меня было такое с одной. Вот, разошлась с мужем, бросила все. Глаза помутило ему отомстить, при детях грозбух обвинений листаешь, все сваи грызешь и сжигаешь мосты. В грехе пожелтело, увяло, и скоро растаешь. Ты в зеркало смотришься, шею погладив, под подбородком мешки и морщины. При крике на мужа медведь, гладиатор, не только от курева пьянки, сгорают мужчины. Все это убойное зверство и хамство, обильный посев неокрепшие детские души. За каждое слово на мужа пойдешь по мытарствам, все ниже, темнее, и уже, и хуже. Твоим украшением не стало смирения, безмолвно, покорно не стало ни быть. Лекарства ни груди, в молитве согнулись колени, а в мире решается бить и убить. Не слышала разве, как учат в исламе, а наших куражит мужей под каблук, рот в красной помаде и гиенское пламя, с пеленок готовят к абортам на блуд. Утишься, доверься его неприхотливым вкусам, о спорах забудь, прикословие не твой арсенал. Чеченца тебе под бочок, а не русского труса, ты станешь не хуже чеченки, какой же финал? 2 сентября 2001 года Игнатий Лапкин потеряю. Вот уже как интересно 2001 год, а уже 17 лет как это все было, я тут писал к одной женщине, ужасно. Все бросило детей, кресты сняли, посты не соблюдают, и помера фактически пустила. Виталий Калиников за каждое слово на мужа пойдешь по мытарствам. Все ниже, темнее и уже, и хуже. И не важно, работаешь, не работаешь. Арман Проликов, я ко всем, кто сейчас здесь, летние каникулы. Игнатий Тихонович всех распустил до 10 октября. Юлия Суботина, Виталий, лично я губы не крашу, аборты не делал, с чеченцем не водилось. Виталий Калиников, а надо бы с чеченцем познакомить или пожить. У них смеси сок. Роман, не правда, что каникулы. У вас нет чувства юмора, как у старобрядцев. Игнатий Тихонович пошутил о каникулах-то. Занятие ведет Виктор Савченко в другой конференции в скайпе. Роман, об этом уже много раз писали здесь. Юлия. Роман, сейчас лето и очень много работ. Я только половину травы в огороде выкосил, а еще картошку надо начинать обрабатывать. Роман, седьмой день, Господу твоему Богу. Воскресенье надо изучать. Может, не конференции, но самостоятельные. Юлия. Мне нравятся занятия, и я с удовольствием присоединяюсь осенью. Валентина Сартисон. Юлия, на тот момент, когда шло изучение писания, вы, похоже, траву не косили, а сидели в скайпе и мешали нам бликаньем. Блинканьем. Так уж, лучше переходите к нам, и мужчинам бы не перечили в это время. Наталья. По Москве в среду и в пятницу в 18.00, а в воскресенье в 16.00 по Москве. Юлия Субботина. Хорошо. Валентина Сартисова. Молодец, Юлия. Галина Влески. Господи, творец всего и вся. Расточи вражьи умысла в музее и лагере для бедных. Как ты, Господи, благословил воздвижение лагеря, так оставь его в музее, да будет воля твоя. Аллилуйя. Услышал, Господи, молитвы сии. И сегодня закон подкинули хороший. Закон о видеосъемке физических и должностных лиц. Маргарита Моша. Маргарита Моша. В российском законодательстве нет самостоятельного акта, посвященного запрету на видеосъемку. На текущий момент операторы-любители или фотографы могут прибегать к статье 29 Конституции Российской Федерации. Вот запомните. Статья 29. О гражданском еще кодексе 19 дроп 1. В уголовном кодексе 330 статья, в которой сказано, что каждое лицо может изготавливать и добывать информацию с помощью подручных средств в любых местах массового скопления людей. Еще одним актом регулирующим положение о видеосъемке в местах публичного пользования можно считать федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. номер 149 и Ф3 за 27 июля 2006 года. Последняя редакция данного закона была произведена 25 ноября 2017 года. В пункте 1 статьи 7 закона указано, что информация, не имеющая ограничений к их доступу, имеет статус вообще доступный. Значит, имеет информация, не имеющая доступ, где указано 5 мест. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Да нам там никогда и не быть. Второе. Военные корабли. Из военных кораблей, там другой, даже с кораблей из пирса снимают. Понятно. Вся зона, повторяю, зона, где там находятся, на улице, съемка запрещена, таможни. Почему? Самые крупные взятки. Где взятки, там где все по этому скрывается. Ну и депутаты это провели, я не знаю, почему провели. Может быть, тоже взятки получили, может быть и так. Это, как подчеркивается, в пункте втором дает право любым лицам свободно использовать такие сведения, соблюдая соответствующие ограничения. Препятствия съемки и непосредственно физическая агрессия по отношению к ее инициатору будут восприняты как нарушение правопорядка. Ну вот кинулся на Сергея Пупкова, там повредил ему видеокамеру один и власти отказали, они не хотят этим заниматься. Нарушен явно что закон, я и Сергея это не одобряю, там внутри зала зашел, там ничего нету. Согласно статье 3 федерального закона, вот сколько статей, Российская Федерация о противодействии коррупции принято 25 декабря 2008 года, это 10 лет назад, номер 273 Ф3, что в рамках антикоррупционной кампании деятельность государственных и районных управленческих организаций должна быть прозрачной и открытой. Должностное лицо не может препятствовать видеосъемке с его участием в месте общественного пользования. Вот эти хорошие законы надо знать исполнять их и свое дело делать. Я говорю, вчера сделал сожжение, пошел, Володя все заснял, потом, когда будут приезжать люди, я расскажу, как будет это действовать, прямо на практике действовать этот музей. Это не просто музей, а резервная зона, вот как где бывают индейцы, вот они резервацию показывают, ничего этого нету. Здесь будет конкретно, как работать, как это все построить, почему у нас так удачно 45 лет все шло, я все об этом буду рассказывать. Это не просто музей, это побуждение к служению Христу, не просто там какие-то бабочки в гербарии, вот, чтобы Господь, помолитесь, прошу всех, помолитесь об этом Максиме Васильевичу, полковнике, прокуроре Мамонтского района, чтобы Господь умягчил его сердце, чтобы лживые сведения от него не расходились, что я самовольно захватил землю, и просто-напросто он отошел от нас, а еще лучше бы, чтобы он сделался близким нашим, когда это был прокурор, чтобы мы встречались, были, и он нас защищал, когда это был прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович, хорошую память оставил, и здесь был такой же прокурор Сухов, я уже все это написал, ну, на этом все, Богу нашему слава.